Ну что сказать, два разных тайма провели. Первый тайм был более содержательный, в плане контроля мяча поля позволял, во втором тайме и замену две невынужденные, и качество поля мы сравнили с первым таймом нарушило. Какую-то нашу стратегию, к чему мы готовились, и можно сказать, что второй тайм сложился для нас очень сложно, и хорошо, что Максим в те эпизоды, которые были у нас, выручил нас. Хочется поблагодарить прежде всего болельщиков наших, которые в столь поздний час перед рабочим днем пришли и поддержали нас, нам очень приятно на эту победу. Хотим посвятить им, и спасибо всем ребятам, которые действительно выдержали во втором тайме ту игру, которую заставил нас играть. Уже на коллеги ваши вопросы поднимаем руку, представляемся и задаем. Спасибо за вопрос. Дело в том, что да, я же говорю, две невынужденные замены сделали. Тигеев начали его подвиснуть на стоп, сколько смог дотерпел, потом попросил замены, а мы его заменили. У Даниила тоже произошел спазм, мы не стали рисковать, чтобы Даниилцу убить это все, и тоже сделали две невынужденные замены. Как я уже говорил, во втором тайме, когда нужно было поменять рисунок игры, мы не могли это сделать, потому что еще много из игроков были, был спаз внутренней поверхности бедра. Но я думаю, что если мы сделаем третью замену, то можно потерять игрока и остаться в десятью рубку, а нам пришлось дать опять этот второй тайм. Спасибо большое. Подолжим. Есть там зрение, что может быть это связано с переходом искусства на натуральное поле и вообще состояние поля, и мы сказали, что во втором тайме, так сказать, уже в первом, то есть нормально? Ну, в первом вы же видели, в первом оно еще держало, когда начали игру, вы если заметили, и контроль мяча был лучше. Мы постоянно контролировали мяч и нагнетали, во втором уже поле игроки обувью попортили, и мяч постоянно дробил, и заметили, если соперник доставил мяч за счет длинной передачи, им проще было. Мы не наставляем мячу атаку за счет длинной передачи, то есть при анализе показывало, что команда соперников обладает двумя центральными защитниками, которые высокая, качественная игра, как правило. Поэтому у нас не было стратегии игры наставлять мяч за счет длинной передачи. Поэтому о поле вашу мысль хочу объяснить так, что мы тренируемся на зеленом на базе уже где-то две недели. Но, учитывая то, что погода, сейчас солнца нет, у нас тоже на поле травы еще нет. Пригруемся так, чуть голая земля, понимаете, о чем речь идет. Оно чуть пожестче. И когда вышли на это поле, во втором тайме стало мягко, оно в первом было мягко. Я думаю, что проблемы у игроков все-таки связаны. Ну, ничего не поделаешь, я уже неоднократно говорил, что, к сожалению, не мог счастья. Весенний футбол, он такой и есть. И вот мы команды сегодня смотрели сегодня. И команды, которые играли до нас, там тоже в поляне хорошего качества. Там тоже футбола, наверное, тоже мало. Все просто бьются, пытаются эти первые туфли взять очки. Следующий вопрос. Максим Секоплим, на коменте Сергея Михайлович, Валерий. Спасибо. Вы уже сказали, что «Динамо» старается играть короткий пас, мало вертикального футбола. Но чтобы поставить такую игру, нужно время, которого у вас мало. Как ты доверяешь этот угол? Ну, вы понимаете, время не держим в уне. В любом случае хочется играть в футбол, хочется играть на контроль мяча. Плюс я уже в предыдущих интервью говорил, что чем больше мы контролируем мяч, тем меньше уязвим. Вот сегодня игра напоминала, наверное, второй этап кубковой игры. Только мы остаёмся без мяча. К сожалению, у наших ворот очень много моментов. Плюс есть понимание того, что, если вы видите, у нас ротация происходит. Не все игроки готовы играть по нему в 100 минут. Сегодня он первый раз «Белоног» играл. Первый раз сыграл в 90 минут. Тоже молодец, выдержал. Мы понимали, что мы его должны заменить раньше. Я же говорю, учитывая те две замены, которые сделали. Пришлось терпеть всем на поле. Прошел в конце. Еще вышел Егор Дюбович на это 10 минут. И помог команде зацепиться впереди за мяч. Мы чуть отодвинули этими эпизодами мяч на своих ворот. Поэтому еще вопрос. Влад Воронин, трибуна с победой Романа Михайловича. Во втором тайме «Динава» отдал инициативу. Этот соперник стал играть в атаку? Или же это установка на второй тайм была такая? Где-то удержать результат? Нет, я же говорю, не было ни установки такой, ничего. Первый тайм показалось, что мы пытаемся играть в контроль мяча. Но во втором тайме, учитывая две замены, которые они вынуждены провели, не смогли поменять рисунок игры, не смогли усилий. Хотели выпустить второго форварда, чтобы более агрессивно играть в атаке. Для того, чтобы когда двинули мяч от своих ворот уже был второй форвард, который поможет цепляться. Но мы боялись, я же говорю, что у нас был Дьяков, если бы мы говорим о этом игроке. У него приводящий начало болеть. Мы побоялись, что на каком-то этапе он попросит замену. Если бы мы сделали еще одну замену чуть раньше, мы бы остались в десятером. Было риск определенный наш бой. Поэтому я поблагодарил ребят за то, что развивался, за то, что дотерпели. Молодцы. Что касается счета, я думаю, и второго тайма. Я думаю, что это, знаете, как игроки начали выигрывать 1-0 и начали играть на удержание. Это, наверное, психология еще такая. Будут еще вопросы? Если можно, продолжим. В прошлом туре вы сказали, что довольны качеством игры. В этом матче есть такое ощущение, что довольны командой, ну, с учетом фактора поля там. Да, я помню, что я тогда в искусстве на голополе не понравилась игра. Как раз там контроль мяча был хороший. Мы мало всего сдали моментов. Сегодня я считаю, что в первом тайме тоже контроль мяча был хороший. Во втором, конечно, это не понравили в игре. И во всем, но это ИСФР не заставил так играть. И еще раз повторюсь, невынужденная замена. В последнем вопросе все можно играть. Каплин Кен Селёвский по команде играет. Сегодня обоих минут заявки 6-7. Каплин закравнировался. Тренировался на искусственном газоне. Это то, что вы спрашивали, смена полей. Смена полей тренировался на базе, на зеленом поле. Потом перед дублем пошел тренироваться. Подыхнул голеносток, тоже будет база. Слава Богу, что не сильно. Мы надеемся, что завтра вернется в общую группу. А Аделеевскому просто отдали немножко отдохнуть. Парень молодой. Первые игры часто играл. Плюс у него там тоже была проблема с полями. Спина немножко прихватила. Поэтому, ну что делать? Мы не жалуемся. Все в одинаковых условиях. Поэтому...